Всем доброй ночи, товарищи. Ну, пока есть время, еще действительно нет детского времени. Отвечу тоже на много комментариев ваших, которые я пропускал, обещал. Говорю, что напишу, хорошо, расскажу. А это в основном касается того, что, по-моему, молодежь задает этот вопрос. Я не знаю вашего возраста, потому что вы под разными никами. Ну, сейчас, как принято же, это современный мир. Вот. Но все равно это очень хорошо, что интересуетесь. Если интересуетесь тем, как мы жили раньше, мне же все-таки седьмой десяток пошел, это значит хорошо. Почему? Потому что, кто не знает историю, тот не может планировать будущее. Вот. Как мы жили раньше? Вот я вам честно скажу, я прожил такое время, когда в школе я учился, я уже рассказывал вам, что у нас много преподавателей были фронтовики. Кто-то до Берлина дошел, кто-то до Будапешта дошел, кто-то еще. Вот. Были хромые, были как-то, это самое, были здоровые тоже. У нас вот классный руководитель, в десятом классе, был Язмурадов, покойный. Он до Берлина дошел. историк был, он капитан, до Будапешта дошел. Еще пару учителей было, директор школы был, фронтовик, который трагически погиб, когда мы уже учились в восьмом или девятом классе. И по нашей улице жили очень много фронтовиков, очень много фронтовиков. Таиров был, танкист, который до Берлина дошел, Перманага был, который, два ордена славы у него было, без двух ног продолжал работать, сапожником все равно. Вот. Тогда поселок у нас был городского типа, сейчас он город, проживало там всего 10 тысяч человек. Жили люди разных национальностей, разных, разных, разных. Вот честно я вам скажу, жили мы очень дружно все. Очень дружно жили. Вот. Преступность как таковой, на весь этот поселок, бесститысячным населением, отсидевшись за кражу, был один, три года отсидевший он. И все его пальцем показывали, его боялись, хотя он порядочный парень был такой, ну, по ошибке молодости попал. Вот. И не было вот этого судимого. Да и милиции, как такой начальник милиции, начальник дежурной части был, и Шурик был, его Шуриком звали, водитель он, сержант. И один пожарник был. Все. И один паспортист был, который начальник паспортного стола, который лейтенант, он до самой старости так и лейтенантом был, на велосипеде, стареньком велосипеде, и саквояж у него был, это самое, и многое вот это прищепка и делал, и на велосипеде до работы доходил. Один старенький УАЗик был, один мотоцикл Урал. Вот. Во всей милиции. И этот УАЗик толкачем весь поселок толкал, заводил. Вот. Так что, между собой Язбер очень дружно жили. Люди разных национальностей жили. Вот у меня подписчик, и мой сосед Алексей, сейчас он живет в Украине, вот. У него папа Туркмен был, мама украинка. Вот у них, если не ошибаюсь, Зоя, Коля, Аня, Леша, и Аня, по-моему, да, 5 детей, да, 5 детей. Вот. Вот Алексея я переписываю сейчас, и он на канале. Жили очень мы дружно. Очень дружно мы жили. Вот. И я же говорю, вот у нас даже говорят, да, что вот СССРовское время, вот, кто-то не хватало, кто-то не хватало. Всякое бывало. Всякое бывало. Но между собой люди жили хорошо, дружно. Без всяких этих, без всяких. Ворота никто не закрывал. Никто ни у кого, ни кур, ничего это. Вот. Магазины всегда было, и мясо, и колбасу привозили. гастроном, универмаг, всегда работал. А свежее мясо на рынке было, или же у нас было такое, это, порядок такой. Вот, например, кто-то режет, например, быка. А все держали дома почти бычков, через дом держали бычков на откорм. В общем, это, и он уже с утра отправлял гонца, пацана какого-нибудь, и он стучится в ворота. Вот, сегодня дядя Мурат режет быка. Приходите. И вот люди шли, кому сколько надо, кто-то, деньги давал кто-то, потому что в следующий раз он режет, уже записывались. Вот, кто-то под запись, что принесет деньги. Никто никого не обманул. Даже у нас вот Казахаул был рядом. Большой Казахул, я с Казахом вместе в одном классе учился, хорошие ребята. Кстати, судьей поселка 20 лет был друг моего отца Казах, Коротая. Кстати, на работу пешком, с работы пешком шел. Такой человек был. 20 лет. И вот даже Казахауле верблюда режут. Обычно они верблюда резали. Там совхоз был как раз к совхозу и верблюдов они держали, верблюжеводческие, короче. И верблюда резали, и уже приходили, говорили оттуда, что такого-то Казаха у него, короче, сегодня он режет 12 дня, и обычно до 12 дня было. Режет верблюда, верблюжим мясом, кто любит. Мы с отцом ездили туда, покупали, до сих пор помню. У отца очень много друзей были, казахов тоже, хорошие люди. АТС им помогал всячески там, АТС был любитель ремонтировать свободное время мотоцикля. А у них были Иж-планета мотоцикл одноцилиндровый, а он в песках вообще хорошо, потому что оборотов меньше, и он по пескам как сайгак. А вот Иж-питер, он двумя силиндрами, у него оборотов он сразу садился в этот песок. И вот у них постоянно то, это летит, то, это летит, и отцу привозили, отец сидел, очки свои один, короче, ремонтировал. Выписывал запчасти Новосибирского послторга, вот, приходили запчасти, он, короче, им ставил, ремонтировал, и они отца благодарили, вот, или верблюжьим пухом, вот, вот, шерстью, или же мясом, вот, вот, такие люди, вот, так мы жили. Участковый, на весе 10 тысяч человек, один участковый был, один участковый, который тоже, то на велосипеде, то, когда ему дадут этот Урал, ему очередь дойдет, он на этом Урале сам катался, участковый, кстати, знал, кто чем дышит, кто чем, работы было полно, работы было полно, вот, я честно скажу, вот, были бы эти люди живы, да, сейчас вернуться к тому времени, и рассказать с этого времени, пойти на то время, да, сказать нашим людям, что, вот, такие времена настанут, что, наши люди уедут в разные страны, Стамбул, на разные страны, государства, да, на заработки, сказали, ты что, сумасшедший, что ли, какой это, ты что, так вот, даже в голове не было, в голове не было у людей, вот, я же говорю, никто, никаких, у нас жили и азербайджанцы, и армяне, русские, украинцы, казахи, дагестанцы, чеченцы, дружно жили, у нас не было такого, чтобы между собой какие-то, нет, вы что, ребята, такого не было, кинотеатр, два кинотеатра был, зимний, летний, вот, магазинов сколько было, хозма был, потом, хозма, все там было, это, потом, кастроном, молочный магазин был, от раймолзавода, там, этот шура там продавала сметану, вот, к ней придешь, литровой банкой, она вот, черпак, раз, засунь, чик, как-то делала, так, искусно так, без капель, туда раз нальет, давай, 80 копеек, было литр сметаны, творог, тоже самое, молоко, тоже самое, свежее, вообще было, кайф, говорят, что, тогда все люди шли в коммунизм, да, мне кажется, коммунизм уже тогда был, коммунизм уже тогда был, вот, вообще жили хорошо, вот сейчас, вот, обещают, что завтра будете жить хорошо, послезавтра, что-то я честно, я вам скажу уже, как в одном фильме, фильм такой был, по-моему, «Тень исчезает полдень», что ли, сомневаюсь я, однако, уже, уже сомневаюсь, те времена, мне кажется, навряд ли, навряд ли вернуться, вот, школа, русская школа, шестая, поселка, там и мы туркмены учились, и русские учились, и другие начались, и русская, туркменская школа, первая школа была, третья школа была, третья школа, трехэтажная, новая была, с бассейном, с фонтаном, со всеми делами, и первая школа, самая старая школа, вот, три школы было всего, три школы было всего, вот, три детских садика, музыкальная школа, что еще ну и здание райисполкома райкома партии вот такие вот соцобъекты были а еще больница была поликлиника больница все вместе ну и отдел по милиции двухэтажный из таких промышленных я уже говорил завод был швейная фабрика 3-4 пимка участвительный центр рисовый завод лимонадный завод шелковый завод шелкопряд привозили туда коконы там собирали там отправляли это и работа много было работа вообще полоса фабрика было рсу был вообще рабочих мест было полно ну конечно не платили больших таких бешеных денег ну кто работал вот пинка вот ребята вот они работали бригады были даже его как-то звали этот татарин вечно своей женой забьет ему год давали блин отсиживала ходил опять бригадирами на начале хороший мужик то она татар она его звали татарин работяга был короче и он короче его бригады попадать надо было как в университет мгу попасть потому что никого не жалел и у него как каменщики бетонщики все сюда получали до 500 рублей месяц зарплату до 500 рублей месяц вот так вот жили люди тогда можно было спокойно жить за 120 рублей за 100 за 130 рублей вот так зарплату учителя получали 120 130 рублей особо так то это сам моя бабушка всю жизнь проработавшая колхозе по моему она 50-60 лет отработала детский возраст а вот у нее пенсия было 12 рублей колхозе это до сих пор помню я когда на каникулы приезжал я сразу первую очередь попросил чтобы у меня в аул отвез бабушки я бабушка приезжая у нее был я любил у бабушки всегда ее хлеб и молоко и вот там деревенский мне нравилось аул потому что все лето школьный год я проводил там и когда уходил уже бабушка мне всегда совала вот это однорублевые который копила 20-30 рубля однорублевые все однорублевые пенсии осторожненько что папа не видел но папа чувствует что бабушка тебя опять как деньгами это все однорублевые она вот резинкой вот так делал и нет мне собирала когда я приеду совсем другая жизнь была ребята такого вот как сейчас творится злости вот такого не было людей были конечно алкоголики были всякие такие алкоголики но наркоманов не было что я хочу сказать вот рядом был джудзавод джуд его звали джудзавод почему потому что там сажали коноплю промышленном масштабах и из этой конопли делали веревки вот чтобы кто-то курит его даже голове не было у людей вот говорили что как кто-то там из-под джудзавод этого человека ненавидели по-моему были такой как из этой ой такой ненависть была если кто-то это сам вообще это потом этот джудзавод это запретили это и на этом месте построен хлопкочистительный завод огромный совсем когда хлопок пригоняли оттуда киповали это хлопок сушили короче все все очищали этот хлопок от этого от семян потом отправлял еще маслоэкстракционный завод город из него выжимали хлопковое масло вот так что вот так жили вот так жил дэн база была загад контора было в общем рабочих мест было полно рабочих мест было полно кто где-то института заканчивал приезжал у себя работу находил все 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 по распределению проходили медики на медицинской закончил меня четверо одноклассники закончили медицинской они все больницы работают участковым врачами все такое медицинскую школу закончили тоже пришли работать это туда вот такие вот дела так что жизнь как сейчас не было люди были добрые очень добрые библиотека огромный еще было все книги я кого перечитал за 10 лет пока там школе учился потому что я любил читать книги очень от настолько полеток любили историю технику про вооружение читал тогда были разные книги вот я уже с детства знал какой калибр пушки какой это какой диаметр все все знал какие маркет танков в общем все 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 знал потому что там были книги вот я брал эти изучал все сидел читал мне было вообще интересно все это люди развивались люди развивались люди развивались дом культуры был огромный дом пионер был вот где авиамоделизм потом фотокружки танцевальные кружки сейчас этого конечно уже давно нет сейчас новые реформаторы пришли они же сказали что это все мы неправильно жили мы вообще неправильно жили сейчас вы будете жить совсем по-другому такие вот дела ребята так что сравнить ту жизнь и эту даже язык не поворачивается да были какие-то какие-то самые ограничения все все но они не чувствительные такие были нечувствительные такие были кто мог головой чего-то добиться добивался кто мог учебой своей это учиться мог кто не мог шел по ту двадцать восьмой поту было еще четырнадцать поту по моему было вот они туда шли еще сапату какой-то был вот туда шли так что а кто это техникуме институты с моего поселка моего поколения моего возраста это 14 парней с моего поселка только закончили высшее военное учебное заведение в россии ташкентская рязанская тамбовская камышинская военностроительность симферопольская барнаульская авиационная пермская это вот это заканчивали вот это авиационно-техническое училище в общем я жгала танковые заканчивали омская народ рос люди росли все было нормально в этом плане не знаю мне кажется вот лично мое мнение да вот ссср вот когда разрушили все все нафиг да это мне кажется надо надо было просто если что-то реформировать надо было осторожно реформировать да реформации нужны были реформы всегда нужны но рушит до основания нет не пойдет это не пойдет нигде никакой визни надо было по я имею ввиду по ссср да надо вот например от меня до бухары было сто с чем-то километров мы ездили на машине отдыхать самарканде ташкент ездили в алмату везде самолет даже в москву стоит прямой рейс был сейчас скажу дай бог не соврать так ташкабада был сейчас живу дашкабада 16 рублей 32 рубля стоит билет до москвы самолет туда обратно 64 рубля было даже не было 100 рублей самолет ту-154 ту-100 еще и 18 летел такая вот жизнь была ребята а сейчас вот везде по чужбинам кто-то оправдывает это кто-то это считает естественным явлением что это все должно было быть конечно всему можно найти оправдание как моя мама говорила человек если не хочет ничего делать который найдет к этому повод чтобы не делать когда человек хочет как то он найдет повод чтобы это дело надо что-то сказать же но все таки я остаюсь человеком того времени наверное такими останусь до конца я не принял этот новый мир и миллиона таких как я не приняли но продолжает жить как бы как скажем так нам на автоматике просто идет вот так вот и все да но мы чужие в этом празднике жизни понимаете да КПСС это еще те самые мой отец в 78 году по моему это было когда он партбилет или 76 год был партбилет свой я поставил на стол я отказался первый был такой это случай такой что он от партии вышел с КПСС и тогда я доскопом мамы они разговаривали я слышал мама говорит зачем ты это сделал отец говорит это уже не партия он сказал тут собрались одни говорят подхалимы говорит одни говорят подхалимы говорят жопа лизе уже говорят это уже не партия я не хочу быть среди этих подхалимов говорит он был очень такой человек за свой язык он страдал много раз но он говорил все как есть лицо такие дела всем доброй ночи хорошего настроения пока